Для меня прошел чемпионат мира в Солд-Лейке. К нему я, конечно же, не готовилась. Я готовилась к многоборью, к длинным дистанциям больше. Но в жизни случаются такие чудеса. Готовилась вроде к длинным дистанциям, а сумела установить личные рекорды на коротких. И выступила, я считаю, что достойна на чемпионате мира. И сейчас мы, конечно, думаем, что делать дальше, к каким дистанциям готовиться. Потому что все-таки возраст уже не позволяет мне бегать все соревнования. И я не хочу, поэтому на чемпионат мира по многоборью мы не поехали. А решили подготовиться дома. И уже к самым основным соревнованиям подойти в хорошей форме. А здесь действительно эти соревнования проходят для меня в рамках тренировочного процесса. Сегодня я еще планирую сбегать 3000 метров. Но это исключительно в тренировочных целях. Никаких рекордов от меня, конечно же, не ждут. Я сама себя, конечно, не жду на этой дистанции рекордов. Но в рамках тренировочного процесса нормально сбегать и посмотреть. Катя, а на следующий сезон, все-таки Олимпиада, да, вот какие приоритеты ты для себя расставишь? Спринт, многоборье, какие дистанции ты вообще планируешь бегать? От тебя ли только зависит это решение или нет? Ну вот несколько лет подряд я уже говорю о том, что я не хочу бегать больше в многоборе классическое. Что для меня оно тяжело дается, длинные дистанции не мои. И они меня так изматывают, что потом мне приходится очень долго восстанавливаться. Поэтому, ну, к сожалению, каждый год меня заставляют это делать. Но я думаю, что в следующем году уже будем делать приоритет на те дистанции, которые я побегу на Олимпиаде. Это тысяча, тысяча пятьсот метров и командная гонка. Вот эти три дисциплины, которые очень необходимо тренировать и необходимо бегать постоянно. Просто у нас проблема в том, что полуторка относится к многоборью, а тысяча относится к спринту. Поэтому нам приходится иногда ездить и туда, и сюда. Это очень изматывает, но что делать? Приходится нам так вот турне такие большие устраивать. Катя, вот еще по поводу Сулклейка. У тебя был опыт вообще выступления на спринтерских чемпионатах мира раньше? И как ты бежал вот в те годы, если бежал? Один раз я участвовала в чемпионате мира по спринту. Я даже не помню, какое я место заняла. Но тогда, конечно же, уровень моих результатов был ниже. Сейчас я выбежала из 38 секунд два раза. Это хорошая перспектива к тысяче метров. Конечно, этого результата недостаточно для 500 метров, чтобы быть в призах. Но прогресс есть, и это самое главное. Если не будет прогресса, можно уже заканчивать, наверное, заниматься спортом. А так, пока есть прогресс, будем тренироваться, будем достигать новых вершин. И стараться, конечно же, проявить себя на своих дистанциях очень хорошо.